В библиотеке Крашенинникова глава Магнитогорска Сергей Берников встретился с добровольцами. Пообщаться с Сергеем Николаевичем пришли и так называемые серебряные волонтеры, и совсем молодые магнитогорцы, избравшие путь бескорыстного служения людям. Первая половина встречи предполагала своеобразный отчет главы об усилиях, предпринимаемых властью для решения главной задачи – обеспечения комфортного проживания в Магнитогорске. Мне хочется, чтобы в конечном счете наш город был лучшим для проживания на Южном Урале. Кстати говоря, волонтерство – это тоже одна из задач, которую нам предстоит решать, реализовывать для того, чтобы город был комфортнее в конечном счете для проживания. Сергей Берников отметил, что для решения этой задачи есть все ресурсы, и многого уже удалось добиться. К примеру, достаточно усилий прилагать власти для приведения в порядок городских дорог и межквартальных проездов. Уже второй год мы в полный рост делаем, и есть огромное желание в этом году приблизиться к какому-то там финишу. Но если в этом году не получится, то в следующем точно мы должны уйти от проблемы, ям, около домов. Подробно глава остановился на деятельности муниципальных предприятий. Сергей Николаевич отметил, что рядовые горожане не видят, насколько сложную работу выполняют сотрудники водоканала или теплофикации. Но результат для потребителей их услуг очевиден. Точно нам не грозит с вами в ближайшей перспективе и в сравнительно далеком будущем ни отсутствие воды, ни проблемы с канализацией, ни с теплоснабжением, ни с чем. То есть мы сегодня мало того, что обеспечиваем работоспособность в текущем периоде, мы сегодня видим в полном объеме и проводим необходимые действия, чтобы эта программа решалась в долгосрочном характере. Добиваться поставленных целей должны и могут только настоящие профессионалы, поэтому в администрации проводится довольно жесткая кадровая политика. Мои критерии профессиональные люди должны у нас работать. Порой меня критикуют за то, что я требую жестко, но нет у нас времени на раскачку, потому что людям хочется все сегодня при жизни. Рассказал Сергей Берников и об озеленении города и благоустройстве парков и скверов, проведенным и планируемым. При этом глава особо отметила, что очень важно беречь то, что делается для комфортного проживания в Багдетогорске. Если у нас кто-то ломает, условно говоря, деревце, то ведь точно это не президент, да? Если кто-то бросает мусор в окна, ну точно это не Медведев приезжает. Хотя во всем и везде виноваты у нас они, да? Во второй половине встречи волонтеры рассказали главе города о планах своей работы в 2018 году, который объявлен президентом России Владимиром Путиным кодом добровольца. Андрей Рыжков, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВН.